Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. С бывшего вице-губернатора Плитко и его подельников взыщут 23 миллиона рублей. Решение об этом принял Ешкаролинский городской суд Республики Мариэл по иску прокуратуры Кировской области. Деньги будут взысканы в доход Российской Федерации. Они были получены в качестве взяток ОПГ, организатором которой был признан бывший вице-губернатор Андрей Плитко. Было выявлено и доказано 18 эпизодов взяточничества. Деньги брали с предпринимателей, занимающихся лесом, за покровительство и заключение договоров. Напомню, что Андрей Плитко сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима. В 2022 году он был осужден на 11 лет заключения. Бывшего министра лесного хозяйства Алексея Шургина приговорили к 4,5 годам колонии. Экономика. Весне число управляющих компаний в Кировской области хотят сократить на 60%. О необходимости провести такую оптимизацию заявил глава региона Александр Соколов во время еженедельного совещания в правительстве. Там подняли тему уборки города. Глава администрации рассказал, что за первую неделю этого года поступило полторы тысячи обращений, касающихся уборки улиц и дворов. Соколов поручил ГЖИ быть строже с управляющими компаниями и, цитирую, «жёстко наказывать лоботрясов», конец цитаты. А также к весне сократить число управляющих компаний на две трети. Цитирую, «не могут город и область переварить такое количество управляшек. Если у них объем меньше определенного, то это отмывочная контора», заявил губернатор. По его мнению, большинство подобных организаций не стараются сделать что-то полезное для людей, не покупают технику. Они собирают с кировчан деньги себе на зарплату и формируют прибыль владельцу. Животных с фермы под Малмышем продают в излицу. Договор уже подписан, сообщил на еженедельном совещании в правительстве зампред Юрий Терешков. Он добавил, что должна пройти встреча с инвесторами, которые заинтересованы в приобретении животных. Сейчас животные агрофирмы «Калинин» обеспечены водой и кормами. Министерству сельского хозяйства поручили проанализировать ситуацию по всему региону, чтобы выявить предприятие, где возможно повторение истории. Напомню, в банкротящемся хозяйстве под Малмышем от голода и жажды погибли около 120 животных. Возбуждено два уголовных дела о жестоком обращении с животными и невыплате заработной платы. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.